по случаю дня военно-морского флота, который по традиции отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году парад пройдет 26-го в Кронштадте и Петербурге. Участие в торжественном построении примут представители всех четырех флотов военно-морского флота России, а также Каспийской флотилии. Первыми идут североморцы, противодиверсионные катера юноармеец Заполярья и юноармеец Беломорья. Они задают скорость. Девять узлов. Далее все остальные строго в кельваторе. Дистанция зависит от типа корабля. Почти месяц из Каспия по внутренним рекам добирался малый ракетный корабль «Великий Устюг». Вот недавно построенный корабль противоминной обороны Владимир Емельянов. Александр Обухов только вернулся с боевой службы. В Финском заливе обнаружил мины времен войны. Новейшие малые ракетные корабли «Серпухов», «Советск» и «Матищи». Их вооружение – крылатые ракеты «Калибр», которых как огня боятся террористы в Сирии. Всего в главном военно-морском параде заняты 46 кораблей и подводных лодок. Самые крупные корабли выстроятся у Кронштадта. В Неву войдет подлодка «Санкт-Петербург» и историческая «Полтава». Впервые главный военно-морской парад будет полностью транслироваться на телеканале «Россия» 26 июля. Следите за программой. Сегодня российские рыболовы отмечают свой профессиональный праздник – День рыбака. Отмечают и профессионалы огромной отрасли и любители посидеть с удочкой. Народный праздник. Поздравляем. Репортаж Максима Ахметова. Излучина Дона, Волгоградская область. Сюда, словно паломники, на святые земли едут рыболовы со всей страны. Встретить утреннюю зорьку, проводить закат и поймать свой заветный трофей. Откуда приехали? С Нижегородской области. Ради рыбалки. Каждое второе воскресенье июля в России отмечают День рыбака. Советский праздник и сегодня не утратил свое значение. С торжествами эту дату встречают в регионах, где рыболовный промысел исконно основой экономики. Неофициально каждый житель страны, которому близки такие понятия, как клев, спиннинг или фидер. Я даже сижу, даже если не клюет, я могу сидеть. Просто вот сидеть и ждать. Когда попадаются трофейные экземпляры, мужчина-добычник, ты все сделал правильно и все получилось. И с особым ощущением возвращаешься домой. Баек, анекдотов, песен и суеверий на тему русской рыбалки так много, что она уже бесспорно часть фольклора. Владимиру Воробьеву 82. Ради своего увлечения почти каждое утро садится на первый автобус, а потом идет пешком несколько километров на Волгу. Дни, проведенные в рыбалке, не засчитываются от жизни. У Михаила Бартенева свой бизнес в Москве, но хотя бы раз в месяц он едет на Дон разгрузиться и отдохнуть душой. Уйти от этой всей цивилизации. И лучше, чем рыбалка, поверьте мне, нет никакого психотерапевта и никаких лекарств. Это лучшее, что придумала сама матушка природы. И стар, и млад, и мужчины, и женщины. Популярность любительской рыбалки в России растет с каждым годом. Спрос рождает предложения. И специализированные магазины готовы полностью укомплектовать новичка. Увлечение не дешевое. Рыбалка, дача. Уже не охота говорить ни о какой политике, ни о аналитике. Но приходится. Добро пожаловать на специальный выпуск «Вести недели». Расширенный выпуск. Не 7 тем, как обычно, а 8 тем. Я вместо Дмитрия Киселева. И мы завершаем нынешний политический сезон этой программы. Вы меня и других пропагандистов Кремля не увидите, не услышите до сентября. А пока что 8 хлестких тем. И, кстати говоря, флот, который вы видели в самом начале, получил боевую готовность номер один. И готов уже десантировать отряды морской пехоты в Хабаровске с тем, чтобы задавить протестующих. И вот об этом я, о протестах в Хабаровске, будем сейчас говорить и подробно. Но так как это последняя политическая программа наша в сезоне 2019-2020, то я покажу сейчас вам свою вожу. И рожа моя будет вам видна на протяжении всей этой сегодняшней передачи. Сейчас, минуточку. Вот моя рожа того человека, который даёт просраться пропагандистам и влезает в их программы. Так. Ну а теперь, собственно, к вестям недели. Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала, арестованного по подозрению в убийство предпринимателей. Удивительный парадокс Фургала. Люди в России всерьёз готовы защищать убийцу от кралых лап ФСБ. Вот, казалось бы, должно быть ровным счётом, да наоборот, но Россия живёт в параллельной реальности. Напомню, что ранее губернатора Хабаровского края сдержали чекисты по подозрению не просто в убийствах, а в создании банды, действующей в 2004-2005 годах. И тут сразу возникают вопросы. Почему следствие не арестовало Фургала раньше? Ну, окей. Нам говорят, что следствие такого рода, это личные процессы и так далее. Тогда возникает другой вопрос. А где аресты губернаторов других областей? За это ведь многие бандиты, которые промышляли разбоями, крышеваниями и убийствами в 90-х, сейчас сенаторы, депутаты и губернаторы. И причём даже от единой России. Только от единой России. Вот, например, сенатор Арашуков промышлял убийствами у себя в Карачаево-Черкесии. Его показательно взяли прямо в момент заседания в Совете Федерации. И что бы вы думали? Скоро выйдет Арашуков по условно-досточному освобождению. Парадокс Фургала заключается и в том, что Кремль подумал, что он будет спойлер. Его никто не выберет в Кабаровском крае. Его люди... Но люди изгадались по демократии, по реальной демократии, по выборам. И выбрали кого по принципу... И выбрали в Кабаровском крае губернатора по принципу «кто угодно, лишь бы не из единой России». Более того, Фургал оказался довольно неплохим руководителем. Но раз он мог создать ОПГ, то и областью может руководить. Это до чего же довели людей, что они готовы на полном серьезе, вооруженным путем защищать убийцу, лишь бы краем не руководил какой-нибудь единоросс. В чем опасность такого рода митингов? Ну понятно, что их подавят. Ну понятно, что всех закроют в Уфтазак. Так, но пока башни Кремля... Ну их будут делить Хабаровский край, а это происходит прямо на наших глазах. Хабаровский край окончательно может уплыть Китаю. Причем официально будет в составе Российской Федерации, но де-факто уже больше зависит от Китая, а не от лютой Москвы. Ну, от Москвы. Хотя мне Москвы нравится больше, это слово. Ну, не, ну, какое же у нас медленное следствие? 15 лет ни ФСБ, ни СКР, ни Генпрокуратура не могли расследовать убийство. Тут и еще одно но. арестовали ведь первого за долгие времена губернатора, которого не назначал Кремль. Его выбрал народ Хабаровского края. То есть Кремль еще раз продемонстрировал людям в Хабаровском крае, что вы никто, звать вас никак, и ваш голос не важен в стране. Все решения принимаем мы, а не вы, вот не вот эти вот люди, которые вот сейчас вы видите в нижнем углу. Ахабаровский край, это еще раз пограничная территория с Китаем. Люди видят, как живут на другом береге Амура и сравнивают свой уровень жизни с китайским, приходя таким образом к неутешительному выводу о своем бытие-житье в составе Российской Федерации. Осознавая все это, народ им взбунтовался. Я, лично я, как всегда, призываю захватывать все правительственные здания в Хабаровском крае и пригрозить, не обязательно делать, но пригрозить Кремлю выходом из состава Российской Федерации. Что лама жителей Хабаровска дала этой самой РФ, федеральный центр? Ничего, она у вас отбирала деньги в виде налогов и сборов, а вам шишчо дала. Поэтому и надо, если уж не захватывать здания правительственные, то требовать больших полномочий, а если это будет не услышано, то независимости от Кремля. Не обязательно прямо уж выходить из состава Российской Федерации. Главное – пригрозить Кремлю. А пока что люди собрались на площади Ленина. Что, кстати, крайне символично, ведь лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский прогрозил, цитата, такой революции, что цитата октября 1917 года для Кремля, для единороссов, покажется еще хорошей прогулкой. Его поддержали люди в Кабаровске, кричат «это наш край, а не ваш московский». Московская вотчина, вон отчудова. Свободу Кабаровску, свободу от России. Уходи, Москва, долой эрот. Это люди в Сирии вас скандируют на улицах Кабаровска. Кабаровского края, Благовещенска, Владивостока, Комсомольска на Амуре. То есть, по-настоящему, на Дальнем Востоке зреет самая настоящая революция. И, вполне возможно, война за независимость. Но это дело будущего. А пока что мы говорим об народном восстании. То есть, люди серьезно настроены не просто там, на какой-нибудь митинг протеста, а на революцию. Ну, я об этом уже сказал. И все из-за одного губернатора, тире, который, я подчеркиваю, реально ведь убивал он людей. Тут ФСБшники правы. Но парадокс фургала именно в том, что за убийцу готовы люди стоять насмерть против Кремля, лишь бы не допустить единороссов у себя в край. Так что это не тот случай, когда подкинули там наркотики, еще что-то, и фургал не виноват. Нет, он виноват. Он реально убивал людей. Но просто в Хабаровске уже настолько надоела власть чекистов и власть федерального центра, что люди готовы за убийцу буквально что не воевать. Что же такого сделал фургал с краем за последнее время, что люди так всерьез вышли за него? При фургале хабаровчане стали летать по стране не за 13 тысяч за билет, а за 4 тысячи. Пенсионеры получили льготный прайс на железнодорожном транспорте. Обеспечил фургал жильем более 3 тысячи обманутых дольщиков. Но самая крутая мера его в бытность с губернатора это уменьшение зарплат чиновников. Это ему не смогли простить на Лубянке. Но в свою очередь жители Хабаровска не смогли простить Лубянке варварский захват фургала. И чем это закончится, мы, например, в Чечне знаем. Войной. По-другому быть не может. Так что готовьтесь к хабаровчане. Настали лютые времена, но вместе с ними настанем время для подвигов. Хабаровчан. И геройских поступков. К вам уже на полном серьезе флот направляется. И не для парадов, и не для учений. А чтобы высадить десант. И подавить восстание. Но, конечно, это все будет. Но, конечно, поначалу Кремль у Кремля шок. Кремль не мог, Кремль не думал, что за фургала выйдет столько людей. Столько людей. И что это будет происходить не только по Хабаровскому краю, а по всему Дальнему Востоку. Люди всерьез готовы взяться за оружие и не допустить единороссов больше до власти у себя в крае. Это серьезно. Это очень серьезно. Это революция, товарищи! Все на броневичок! Всем кипяточку! И вот сейчас, когда я записываю эту программу, когда она выйдет в эфир, то есть что еще произошло? Революция революции, конечно. Но Хабаровск остался реально без управленца. Кремль в шоке, в панике. Не понимая, а кого назначить вместо фургала туда, в Хабаровский край? Да так, чтобы его еще люди не повесили на фонарном столбе около здания правительства. Когда они примут решение, в это же самое время начнется и подавление жителей Хабаровского края. Но самое главное, пока, пока что еще менты в Хабаровском крае действуют не как мусора, да? Они не препятствуют митингующим митинговать. То есть, по сути, действительно, реально... Ведь что такое революция? Это не только там война друг с другом. Это еще то событие, когда правоохранительные органы у себя в крае перестают исполнять задания федерального центра и встают на сторону протестующих. А это уже есть в Хабаровском крае. Так что все там далеко зашло. Как, впрочем, и с коронавирусом. Вот и о чем... Все, о чем говорил Трамп, оказалось правдой. Да. Бежавший в США вирусолог подтвердил то, что Китай скрывал правду о коронавирусе и был причастен к распространению коронавируса по всей Земле. Итак, вирусолог из Гонконга доктор Ли Мин Янь, которая работала в Гонконгской школе общественного здравоохранения, поведала всему миру про одуматку. Руководитель Ли Яня проигнорировали проводимые исследования. И, возможно, они сделали это целенаправленно. Это и привело к пандемии. Я попросил своего научного руководителя, доктора Лео Пуня, еще в 2019 году изучить странный кластер похожих на SARS-случаев, появившихся в Китае в 2019 году. Этот самый Лео Пун был не просто шефом Ли Мэня, а еще по совместительству большой шишкой во Всемирной Организации Здравоохранения, что наводит на определенные мысли о том, что Китай специально распространил вирус по всей планете. Для этого как раз Китай приобрел к рукам Всемирную Организацию Здравоохранения ООН. через коррупцию, через коррупционные связи. Как у отдельно взятой страны получилось приобрести к рукам Всемирную Внимание Организацию Здравоохранения, хороший вопрос. Но это говорит об мощности Китая и об слабости международной общественности, которая в шоке от Китая. Дальше Ян объявляет, что целиком правительство Китая отказалось разрешить международным экспертам проводить исследования в Китае. Что-то это нам напоминает, не правда ли? Да. Чернобыль 1986 года и гибель АПЛ-курс, когда тоже не допускались международные специалисты из разных стран до ЧПФ в том числе и профильные специалисты. Так что россиянинам, каждому человеку, который живет в России, можно не объяснять, что бывает, когда правительство скрывает правду. Ответ катастрофа и сотни смертей. У свидетеля обвинения против Китая работали друзья и в других медицинских центрах по всей китайской стране. Они Янь, Янь вы видите на своих экранах, и рассказали, что китайские, ну вот внизу, что китайские власти распространили у себя вирус еще 31 декабря 2019 года. И это еще больше должно разозлить россиян. Ведь под самый Новый год, любимый праздник многих жителей страны, коварные китайозы, как их называет моя бабушка, узкоглазые, распространили смертельный вирус, от которого нет спасения до сих пор. И таким образом испортили россиянам и Новый год и всю первую половину 2020 года. Да при чем, обратите внимание, а где были наши разведчики в Китае? Почему они не сообщали об вирусе Путину еще когда вирус распространялся, начал распространяться, а именно 31 декабря 2019 года? Ответ прост. Бухали, как всегда, отмечали Новый год, вот и получили вирус по всей уже нашей, а не китайской стране. Это вам не софриванного прессовать в угоду амбициям директора СВР Нарышкина стать третьим человеком в стране во главе Совета Федерации вместо Матвиенко. Это профессиональная работа разведчиков, которой не было сделано у российских спецслужб. Да что там у российских спецслужб? Даже у американцев тоже не было. Посрединальной работы вон сколько смертей. Но тем не менее, американцы сейчас заняты с серьезным расследованием. А Россия сейчас не до самого этого расследования у России он вспыхнул мятеж пока еще не вооруженный, но все близко к этому в Хабаровске. Но это мы уже про это говорили. Дальше Янь говорит, что 9 января китайские власти приказали всем ученым и медикам Поднебесным молчать о распространении вируса по всей стране. Да это же сценарий обители зла на его. Дальше, как утверждает Янь, врачи Поднебесной целенаправленно не лечили пациентов и не ставили диагноз вовремя, с чем, чтобы коронавирус распространялся побыстрее. Это был прямой приказ от Центрального комитета Компартии Китая и лично Си Димпиня. И тогда Янь поняла, что не может больше молчать. Она должна рассказать всю правду матку и бежала из Китая в Соединенные Штаты Америки и правильно сделала, потому что они бы в Китае грохнули бы, как ценного свидетеля китайских преступлений против человечества. Итак, у США появились доказательства вины Китая в распространении коронавирусной инфекции по всему миру. А сама Янь теперь под защитой спецагентов ФБРовцев. И они ее доставят в Гаагу, где она будет свидетельствовать против преступного режима Си Димпиня, который оказался виновным в распространении биологического оружия и в биологическом терроризме ни много ни мало. Дело Китайской Республики рассмотрят сразу после дела об сбитом Боинге России в небе над Украиной. Китай, естественно, все отрицает, что он не распространял никакой вирус, не приказывал докторам и медикам заткнуться. Но факты подтверждают, если опрос свидетелей подтверждает обратное. И теперь надо Китай как-то за это наказать. Авианосцы США уже вошли в Китайское море. Россия России предложили поучаствовать в операции против Китая американские власти и вместе с Соединенными Штатами взять под контроль их ядерное оружие, которое Сталин передал Китаю еще в 1950 году, войти на китайскую территорию в защитных костюмах и таким образом победить коронавирус, остановить делание вируса в китайских секретных лабораториях. Это был бы пример успешной операции России и США. Но нет, Путин, как и чиновники ВОЗ, лежит пятую точку Китаю, а страдают от этого простые люди. Причем, реально обидно за нашу страну, ведь у нас есть же спецвойска химизащиты, РХБЗ, и что? А их послали в Италию. А надо было их посылать в Китай, чтобы они там зачистили все. Тогда бы вирус пошел бы на спад в мире. Даже если правительство Китая было бы против. Теперь самое интересное, а зачем Китаю надо было распространять вирус по всему миру, став под угрозу жизни и смерти своего населения. А затем, чтобы, во-первых, показать, как Китай успешно борется с вирусом, ну правильно, раз распространили, то перед самим распространением успеют подготовиться. И действительно, Китай первым из стран сумел побороть коронавирус, ну потому что сам его распространим. Это во-первых. А во-вторых, чтобы по всему миру внедрялись китайские технологии и китайские медицина. Плюс к этому китайское правительство заработало миллиарды долларов на на пошивах, на пошивах, защитных костюмах и масок от коронавируса, тем самым масок и перчаток, без которых вас полиция в Российской Федерации может оштрафовать. Все это из Китая. Это миллиарды прибыли. Китай маски и перчатки и щиты распространяют по всему миру. Это просто миллиарды долларов, триллионы евро, секстиллионы юаней. И на всем этом китайцы зарабатывают, потому что они и распространили коронавирус. И как я уже говорил, американцы и Трамп прав. Их надо за это покарать. Что это такое? Я, блин, целую весну не мог из дома выйти никуда. Полиция шмаряла туда-сюда. Я был вынужден прятаться в кустах, чтобы просто погулять по парку и тёкнуть на прохожего. Китай но зато сейчас китайцы имеют то, что имеют. Они ни ВОЗ, ни другие международные организации, ни ООН диктуют другим странам, как правильно лечиться от коронавируса. Таким образом, вся мировая медицина сейчас под контролем Центрального комитета Компартии Китая. И с этим делом надо бороться. Но пока некому, потому что все силы уходят на побороне на то, чтобы победить этот самый злосерстный вирус. А китайскому правительству в этой связи, когда они приобрели всю медицину по сути мира к своим рукам, показав, что вот как они якобы эффективно борются с коронавирусом, то, конечно, лесу Роберт Щепки летят для китайского правительства жизни рядовых китайцев, которые реально погибли, сдохли, как свиньи в Ухане, абсолютно не важны. И это действительно роднит их с нашим российским правительством. Так что это вовсе не голословные обвинения Ли Мэнь Яня. Все подтверждается фактами и мнениями. Первая неделя, где ЕГЭ обернулась пыткой для... Ну, в общем, ЕГЭ обернулась пыткой для выпускников. Что у нас там? Первая неделя, где, ну, просто. ЕГЭ обернулась пыткой для выпускников 2020. Рос Оборнадзор заявил, что экзамены прошли без экстеса в школах. В штатном режиме. Ой, ну, просто где-то были перегибы на местах. Все как всегда. В одних школах не соблюдали официальную дистанцию с тем, чтобы школьники заразились коронавирусом и сдохли побыстрее. В других школах, наоборот, запрещали снимать маски и открывать окна в 40-градусную жару. А в норильских школах экзамен был и вовсе сорван, а потом учеников заставили заполнять испорченные чужие бланки. А я ведь предупреждал Министерство посвящения, что вы делаете, мрази, устраивайте экзамен в 40-градусную жару. Но меня никто, естественно, не послушал. Кравцов, министр посвящения, заявил, что состояние здоровья у сдавивших ЕГЭ не вызывало опасений. Но понятно, ему лишь бы экзамен провести и отчитаться Мишустину и Путину, а то, что он де-факто пытает детей, заставляя их в 40-градусную жару в школах, в которых нету современного системы вентиляции и контишена, это ему пофиг. Пусть привыкают детишки к пыткам и репрессиям со стороны государства уже в 17-18 лет. Ну, а теперь про конкретных фактов и преступлениях Рособорнадзора и Министерства Просвещения в Ростове на Дону на ЕГЭ по литературе сначала как положено заставили всех надеть маски и соблюдать дистанцию, но уже потом непосредственно на самом экзамене и после него стальная дистанция никого из учили и Рособорнадзорщиков не волновало и выходили школьники толпой с ЕГЭ без средств защиты. То есть делают фунициальные школьники меры профилактики от коронавируса были показухой для камер, а если кто-то и реально прошел с коронавирусом на экзамен, то этот человек заразил всех. В Москве парня пропустили на экзамен с температурой 37,4. Бедный паренек, ему полечиться пора, а не экзамен сдавать. С другой стороны, правильно, ведь если он не придет и не сдаст экзамен, то ему поставят 0 баллов и пойдет он в армию, из армии его пошлют в какую-нибудь горячую точку, туда, куда генералы не посылают людей, и там, где рядовые военнослужащие не находятся официально у нас в стране. Мы же все знаем, как это бывает. Так что для парней, для юношей сдача единого госэкзамена, особенно в этом году, который ведь экзамен перенесли на июль, на самое жаркое время года у нас в стране, приобретает особый волнительный статус. Не сдашь ЕГЭ, поедешь не просто в армию с автоматом родину защищать, а пошлю тебя в какую-нибудь Сирию, Ливию или возможно в Хабаровский край. И вернешься ты в лучшем случае грузом 300, а в худшем грузом 200. И особенно в этом году, когда приходится сдавать ЕГЭ в 40 градусную тепла в самом середине лета, в Мурманской области не хватило масок, но для показухи заставили приходить на экзамен в разное время и стоять по разметке выдавали один антисептик на весь класс в Брянской области наоборот. Явно переборщили с методами профилактики. там даже в туалетах нельзя было снимать маски при справлении нужды школьникам. Вы представляете, до чего дело дошло? При справлении нужды нельзя в Брянской области снимать маски, а? Это же позор. Вновь Ростов вновь жара плюс сорок, но открывать школьникам окна запретили. Одна женщина из проверяющих упала в обморок. Ну что, Кравцов, нормально? Доволен экзаменом, учителя сами падают в обморок. Школьники потом выходили из класса, чтобы просто побрызгаться водой. Да, то есть школьникам не давали даже глоток свежего воздуха. Но вы из Министерства просвещения просто конченые твари, садисты какие-то. А особенно любителей БДС в вашем Министерстве много. И в Мурманской области, кстати, где школьникам запретили даже водой пользоваться в 40-градусную жару, при этом голова Рослабонадзора Анзор Музаев нагло наврал школьникам, что воду приносить можно. Оказалось, что не всем, не всегда и не везде. Ну ничего, пусть школьники привыкают с малого возраста к лжи со стороны представителей власти. Этой лжи они еще за свою жизнь услышат так много, что мама не горюй. но нет худа без добра и получается дополнительный стимул в стране нашей школьникам, ну бывшим уже школьникам, ну еще перешкольникам, как бы, но не до студентам заработать деньги и попозже свалить нахер во всю ту же Белоруссию. или Украину. Вновь Норильск ИГ по русскому языку. Дети уже писали сочинения, когда вдруг организаторы остановили экзамен и у детей началась паника. Потом вновь экзамен был продолжен, но теперь детей ну теперь детям выдали не их бланки, которые они заполняли до паузы, а чужие до паузы, а чужие бланки других детей. По-моему, это вообще попахивает преступлением. А что до нехватки стрит защиты и отсутствия социальной дистанции, я уверен, что это не просто показуха, а целенаправленное действие власти, чтобы распространить коронавирус среди детей для опытов над ними, испытаний препаратов коронавирус, над еще не окрепшими умами, и не благодаря Кравцову, а вопреки никто из школьников не упал в обморок в 40-градусную жару, а лучшие попадали, да, был такой. Сейчас немного отойду, открыл окно, но пожар, ну так получилось, что я стал невольным очевидцем этих событий, горело прямо рядышком, так, так, отошел, ага, ну все, а то я просто голый видал эфир, чтобы пичку не было видно, чтобы меня заблокировали, ну так вот, ну так вот, к следующей теме, весе недели, ну так вот, получилось, что я стал невольным очевидцем этих событий, горело прямо рядышком с моим домом, пожар на складе ПВХ в Самаре на заводском шоссе, целые сутки тушили пожар, пожарные используют вертушки, что я подтверждаю, я их сам видел в окно моего дома, но их явно было недостаточно, в такой склад нужно было целое звено, думайте, в это, двое суток пожарникам не удалось затушить, загасить пожар, хоть они использовали и вертолеты, и катера, и даже пожарный поезд, но все оказалось без толку, нужен был, конечно, самолет-амфибия Б-200, но его по каким-то причинам не применяли для устранения пожара на складе, ну и пожар, и пожар, что тут такого, да если был бы это просто пожар, то, как вы понимаете, это не попало бы в весе недели, но не в пожаре дело, а дело в том, что из-за этого самого пожара на складе ПВХ в Самаре подтянулся стоп едкого дыма, ты считаешь, в городе практически неча, рос потребный отзор, в Самаре зафиксировал повышение вредных веществ в десятки раз, люди всерьез уехали из города, ведь Самара сейчас терпит настоящее экологическое бедствие, а я все пишу теребу, МЧС все отрицает, они там не зафиксировали повышение вредных веществ, и конечно главный пожарно-спасатель губернии Олег Бойко должен ответить за это все, я не берусь утверждать, что его люди в главке МЧС как-то не так тушили пожар, однако в ходе действий его и его подопечных воздух было выброшено немало сажи и пыли, горел опасный для дыхательных путей хлор. Вот так у нас МЧС борется с пожаром. Губернатор области Дмитрий Азаров предпочитает отсиживаться у себя в резиденции и прибыл на пожар тогда, когда его уже потушили. Мэр города Самары Елена Лапушкина вообще не приехала на крупнейший, самый крупный пожар в истории Самары. Чтобы вы понимали, насколько серьезно в воздухе над миллионным городом были выброшены вредные вещества и насколько серьезно это ЧП было не то, что для Самары, а для всего Привозского федерального округа, то я привожу с моей стороны слова очевидцев и моих заменников вот что они говорили в СМИ. Каит произвестно пленок ПВХ, в воздухе выбрасываются крайне опасный хлор, респираторы, противогазы, влажные ткани, всем и каждому самарцу и особенно детям. Это пишет тот, кто был на этом складе. Там горело не 120 тонн, как писали в отчетах МЧС, а там было 200 тысяч тонн вредных веществ и все они горели. Вот вы вдумайтесь, 200 тысяч тонн опасных химических веществ горело над миллионным городом. Самара потерпела настоящее экологическое бедствие. Людей не эвакуировали, предпочитая замалчивать трагедию. Люди уже в обморок падают, то тут, то там в Самаре на остановках. Колонны автомобилистов выстроились многокилометровые пробки на езде в город, чтобы покинуть Самару. Люди просто задыхаются в городе. Люди хотят убраться из Самары побыстрее. Даже тогда, когда пожар подушек дышает, здесь нечем. Один смрад стоит, это я подтверждаю, я житель Самары. Кроме того, из-за того, что все ресурсы самарского водоканала уходят как бы в пользу МЧС на ликвидацию пожара на складе, то в Самаре отключили воду. Это не так страшно, но 40-градусную жару, которая сейчас стоит в городе, это сравнимо с настоящим экологическим бедствием и полной чрезвычайно безнадежной ситуации в Самаре. Кроме этого, пожарные прибыли, как всегда, на место ЧП без воды в своих машинах. Это еще больше усугубило и обозрило людей. В их квартирах, в их живых домах потемнело. даже днем по городу, даже днем темно в городе. Вот насколько поднялся столб дыма над заводом. Пожар такого масштаба, что видно было все даже из Татарстана. Профессор, известный в Самаре больнице Пирогова, полагает, что у оргов выделился из-за этого пожара много токсичных веществ. И это пагубно сказалось на тех жителей города, которые страдают болезненным сердцем, дыхательной системой и так далее и тому подобное. А таких людей в Самаре, как вы понимаете, немало. 13 июня, день, когда начался страшный, мучительный пожар в Самаре стал поистину черным днем для всех жителей области, столицы и в целом всей Самарской области. Данный пожар по размеру сравним, наверное, с Челнобльской катастрофой. И это не нагнетание паники, это так оно и есть. люди засыпают сгарью на устах и просыпаются с ней. Ощущается острый привкус на языке. Я сам видел, как девушка падала в обморок до остановки, вертолет 7 раз сбрасывал воду на этот склад, хотя должен был по идее песок сбрасывать. От воды мало толку. И все без толку. Спасатели сейчас не спасают, а убивают граждан на улицах в Самаре. Хрен там с эвакуацией, людям даже воду не дают. Это позор в Сокограду с той жарой. Это позор. Вот что происходит у чиновников от МЧС. Явно дырки есть в пожарных рукавах. И не только в пожарных рукавах, но и в головах чиновников МЧС. Власти Самары они сами себя наказать за такое. Они прятаться по своим резиденции на берегу Волги в шикарных скалистых горах. Вдумайтесь в это. Целый город вдыхает крайне опасный дым из-за этого пожара на складе и трупы не заставят себя долго ждать. Из-за этого пожара, которого со слов МЧС два раза уже якобы потушили, уже даже трижды, это кроме этого сами пожарники, рядовые конечно же, ждали вертолуша более четырех часов. И прилетела в итоге, внимание, одна вертушка на вот такенный гигантский склад, где воспламенились 200 тысяч тонн опасного хлора, одна вертушка из Татарстана. Это просто позор. Я призываю Олега Буйко, руководителя гарнизона самарских спасателей, написать заявление об отставки. Это недопустимо. Я на него зиничево настучал, чтобы проверил действия сотрудников МЧС при этом пожаре. Все, федеральный МЧС мне пока не ответило. И так как сейчас все силы МЧС брошены на ликвидацию этого пожара, то в другую часть города они не смогут приехать. Так что самарцы, мои земляки, не ждите помощи от МЧС. Они до сих пор занимаются ликвидацией этого самого последствия пожара на складе на заводском шоссе. Травя таким образом всю Самару, такой стоп дыма, ну, не знаю, как будто действительно тьма пришла, вот, тьма пришла в город. 50. Трое российских военнослужащих. А этой новости у меня почему-то нет. этой новости почему-то у меня нет. сейчас мы зайдем в Twitter. Так как мне не выключить. закладки. Так, закладки. есть, а я просто что-то не раскрыл. Но сейчас появится статья в известие. Трое российских военнослужащих получили ранения при взрыве в Сирии. Так, запись идет, идет. вообще каждый человек в нашей стране должен быть морально, а еще лучше физически быть готов, что пошлют за бугор, куда-нибудь на войну, воевать за интересы к кооперативу озера. И не важно, что сейчас это добровольно, а у одних отсрочки от вузов все может измениться в разы. Видите выпускники школ, которых сейчас мучают представители министерства просвещения экзаменами. Это я вам говорю. Вас вполне могут поставить в Сирию, даже если вы сдадите экзамены и будете числиться за каким-нибудь престижным вузом. вас пошлют в Сирию, где вы в лучшем случае получите ранение, а в худшем вы приедете домой под знаком Груз-200. Как и эти трое военнослужащих, которые во вторник этой уходящей недели патрулировали трассу М4, чуть не сказал Дон, в районе Эриха южной части провинции Идлиб. Идут бас! И сработал фугас. БТР подорвался. военные теперь уже не просто военные, а военные коллеги доставили их на базу Хмели, где скорее всего их отправят домой и всю свою жизнь они проведут на инвалидном кресле где-то на отшибе своего родного района поселка линии города ведь властям и бизнесменам в центре не в радость общаться и просто видеться с коллегами с ветеранами абсолютно захватнической войны колониальной войны которые сейчас ведет Россия в Сирии и не только в Сирии но и в Ливии и в Египте и хрен его знает где еще только в нашей стране сформирован полк их там некторов под командованием генерала я их туда не посылал да это не касается военной полиции что наличие в Сирии признается властями ну а сколько раненых и убитых сейчас реально на самом деле в Сирии трудно подсчитать все засекречено в министерстве обороны но я должен прямо и в открытую признаться что врагам России и оппозиционерам подрыв наших в Сирии доставил настоя и мне лично доставил настоящее удовольствие и сейчас где-то в СБУ люди получают медали за подрыв военных России в Сирии но это я уже кажется поболтался лишнего главное что люди реально не понимают смысл военной полиции и нахождение военной полиции в Сирии а точнее патрулирование и сирийских дорог иная полиция России просто ездят по сирийским дорогам никто в сирийские дороги не инвестировал в отстройку страны деньги тратятся России только на БТР военной полиции чтобы была красивая картинка по ящику что мол Россия ее военная полиция тут ездит по сирии довольно порядок а если Россия будет инвестировать в экономику сирии то я первый же буду кричать что вы делаете твари у нас полстаны призывают нишестве при этом партизанскую войну в сирии никто не отменял путин семь раз делал официальное заявление об концовке войны в сирии и война все еще идет для России уже пятый год для самой сирии седьмой год а пацанов ждут на родине в России а дождутся парней как здесь в этой новости искалеченными а то и убитыми путину даже путину не удается пока что выиграть войну в сирии да так что люди по всей стране люди по всей стране сотнями тысяч сообщают о том что их родственники возвращаются из армии в цинковых гробах да так что не то что там Россия уж больно проигрывает в сирии но потери колоссальные колоссальные это новость от трех убитых или раненых российских военнослужащих это подтверждает на таких умерших раненых находят признаки побоев кости сломанной и так далее то есть в армии из призывников погибших в сирийской пустыне сознательно выбивают контракт на участие в сирийской войне а там как повезет военной полиции сейчас не повезло их подорвали террористы экстремисты и пессимисты Россия начала гнать отборное пушечное мясо в Сирию за за что на этой неделе и поплатилась ее военная полиция а дальше за нее поступились наши бравые летчики ВКС России и вновь вдали по госпиталям школам и больницам в Сирии но не по тем кому надо хотя формально эта операция носила характер вместе за наших пацанов своих расстрел военной полиции только вот летчики наносили удар не в Идлибе где подорвалась военная полиция а в атаке по мельным сепаратистам которые не причастны к атаке на военную полицию так что как мы видим Россия как и сама Сирия полностью увязла в этой войне конца и края нет жертвы колоссальнейшие трупами российских военных усеяны дороги Сирии и все это бестолку и все это зря но недаром наш народ побеждает только в тех войнах где не воевать было нельзя это и Великая Отечественная война Отечественная война 1812 года и в каком-то смысле война в осенье 2008 года и вторая чеченская то есть там где на нас нападали а не где мы приходили куда-то со своим оружием в руках такие войны мы обычно и проигрывали и проиграем и эту сирийскую кампанию будьте уверены как вкусно пахнет из моей пи-пи-иски можно было не воевать Россия все решать дипломатией но увы там так Россия и проиграла не только Сирию но еще и Афган и первую чеченскую и даже русско-украинская война 2016 года где Украине удалось остановить Россию под Мариуполем так это же будет и в Сирии где у подстанцев получится остановить русский сапог так как они на своей земле а Российская Федерация находится на чужой земле на этой неделе сирийские подстанцы разбили военную полицию Россия а завтра и весь авиаполк расфигалит будьте так уверены дорогие мои патриоты Россия как я устал за этот сезон так нет 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 это не без права на поправку в Москве было задержано более 100 тысяч человек а на митинг против поправки конституции вышло более тысячи человек вышли на Пушкинскую площадь а мы с вами знаем какие у Пушкина были непростые отношения с царской властью мягко говоря непростые и вот в наш 21 век у людей тоже зародился протест как и в веке 19 люди массово ставили свои подписи под иском Верховный суд России об отмене итогов голосования по конституции что это такое когда голосуют на пеньках за поправки на которых еще вчера разливали водку и в палатках где еще вчера который палатки которые еще вчера стояли у озера для рыбаков ни один наблюдатель не сможет проверить ход такого голосования подобные протестующие и вышли на площадь сначала попытались провести мирный протест без оружия право на который кстати записано в конституции как новый так и в старый также протестующие поддержать жителей хабаровского края в их стремлении отбить фургала от лап чекистов от лап кровавой габани и за их независимость от федерального центра а также протестующие в москве на пушкинской площади намерены отбить у правоохранительных органов активистку Юлию Цветкову обвиняемую в лгбт пропаганды и во всех смертных грехах так что как мы видим поводом собраться у людей на пушкинской площади в москве были немалые но главное это то что они понимали им придется защищать конституцию от посекательств власти на нее ну и как всегда митинг проходил под лозунгом нет вечному Путину за это кстати может не беспокоиться так уж устроен наш мир если полишевого не свергнет народ России то сам он сдохнет в лужу мочи как его кумир Сталин но как всегда мирный митинг сопровождался полицейскими в скафандрах и сотрудниками ОМОНа аааа пипичку тебе бог приводя на сей раз правда на сей раз они трусливо спрятались под лестницей Московского театра мюзиков первого кого скрутили ОМОНовцы стал молодой паренек читающий рэп про власть мы с вами помним да рэп под запретом имеется в виду настоящий рэп а не то что читает Тимати каждый молодой человек в России может сесть не только за свои политические взгляды но и за то что он слушает читает смотрит рэп рэперов гнобят власть одна чего история с рэпером Хаски стоит когда ему на руло запрещали проводить концерты потом на Пушкинской площади в Москве пошел дождь словно подчеркивая всю серость бытия политического мысли и политического сознания в России ни о каком духоподъемном развитии нашей стране речи нет и быть не может пока у власти есть те кто запрещает молодым людям заниматься любовью в ямах и подворотных столицы но все-таки митингующие находятся под прессом ОМОНа но все-таки митингующие находясь под прессом ОМОНа начали собирать подписи против обнуления сроков Путина и против новой конституции Организаторы пушкинского так называемого протеста заявили что подача иска в Верховный суд это единственный способ обсуждения поправок в конституцию с точки зрения закона и что иск должен быть коллективным люди должны объединиться против поправок в конституцию и университет власти Путина люди на Пушкинской площади добровольно записывались в очереди чтобы написать нет поправкам и отправить эти требования и подписи Верховный суд России они хорошо понимают что их писульки ничего ровным счетом не значат но сам факт разбиратель в Верховном суде дорогого стоит из-за конституции но не стоит на месте наш протест и через два часа люди двинулись с плакатами с этими хоругвиями либеральных сил в сторону Страстного бульвара и ситуация накалилась до предела кто-то бросил клич идем гулять на Кремль кто-то сказал что нет так нельзя и колонна разделилась это было фатальное решение оппозиционеров и всех протестующих Москвы ибо около реки Неглинный ОМОНовцы в подворотне ну прям как гопники встретили протестующих и навалились на них всей толпой давя дубинками и закидывая в автозаки заламывая руки протестующих и всех кого они в этот день в этот вечер встретили в Москве думают думают что после такого как после того как московский ОМОН принял у себя тактику гопников в подворотне никому убежать не надо в том что менты защищают откровенных бандитов бандитскими уже методами а эти самые единороссы к сожалению далеки от справедливого народного гнева я надеюсь что еще время придет объединиться всем и вся и пойти гулять в кавычках на Кремль а пока ждут разбирательства в Верховном Суде надо защитить нашу Конституцию 1993 года обратившись в суд до часа полтора доведем да цены на газ для населения повысится с 1 августа в нашей стране где еще высокоразвито печное отопление это весьма актуальная новость мне кстати на телефон постоянно звонят бабули и спрашивают милок а сколько мы теперь будем платить за газ а я им отвечаю дорого бабули дорого очень дорого даже незначительное повышение цены на газ в 3% наше население встретило в штыке им нечего платить за газ что еще раз подчеркивает об реальном уровне зарплат и пенсии нашей стране так теперь в Москве в Волгограде в Воронеже Белгороде газ будет стоить 4000 рублей за 1000 кубов отборного привода газа которым люди травятся у себя в квартирах и который имеет свойство взрываться в домах газпром еще в апреле хотел поднять цену на газ но ФАС сказала нет а теперь мнение антимонопольщиков поменялось ибо карантин официально закончился а нынешнее трансферное окно Зениту чей титулярный спонсор как раз и есть газпром надо закупать новых игроков под новый сезон Лиги Чемпионов и выплачивать премиальные за победу в чемпионате России вот газпром и поднял цены на газ для простого населения как всегда это мы с вами мы простые жители спонсируем зенит а не газпром платя за газ в три дорога а будем платить еще в 4 раз дороже теперь вообще из программы в программу я продвигаю одну и ту же мысль если возможно уже отказывайтесь от газа переходите на электропече на электрооборудование это это более удобно и безопасно чем газ нет конечно и электропечь может полыхнуть но все таки такие случаи единичны а вот газ взрывается на каждом шагу на каждом углу улицы и даже не просто газ а газопровод это вообще ужас да вот недавно тоже самарской области рванул газопровод вот вот пожалуйста но мы отвлеклись от темы конечно дело не только в футболе и что зенит лишился части своей прибыли от продажи билетов из-за коронакризиса а теперь финансовые издержки он переголадов приложил на газпром а тут на рядовых пользователей потребителей газа проблема гораздо глупше в целом в мире сокращалось потребление газа аж на 4% по сравнению с прошлым годом и кстати те самые 4% газпром на те самые 4% газпром повышает цену на газ для населения в этом году совпадение не думаю газпром требует компенсирует свои убытки газпром требует ну и потребуется компенсировать свои убытки за рубежом за счет российских потребителей но если раньше антимонопольщики из фаз федеральной антимонопольной службы кричали нет повышением цен на газ то теперь они допустили газпром до повышения цен ну дескать какие-то 3-4% кто летом это заметит широкий расход газа ведь идет зимой когда холодно в России но заметили и оценили в Подмосковье к примеру люди массово начали звонить филиал газпрома в МОС облгаз и сказали что такими ценами идите и целуйте жопу Мюллеру Мюллеру и прочим фашистам и бандеровцам газпрома и Роснефти что это такое завышают цену для простого населения а и это в самый разгар пандемии когда людям нужна терапия удивительно но главный антигерой этой всей истории с повышением цен на газ вовсе не наше национальное достояние газпром а правительство и лично господин Мишустин которые заявляли что цены на газ в этом году в связи с коронакризисом повышаться не будут в тот раз и повысились правительство опять наврало россиянам кушайте россияне газ втридорого не обляпайтесь а если еще и потравитесь то мы с вас то мы с ваших родственников еще деньги на похорные погребения в три шкуры сдерем приближенные к правительству люди в частности некто юшков ничего страшного в повышении цен на газ нет мол это происходит каждый год но не каждый год люди теряют свою работу из-за злосчастного китайского вируса который как мы уже выяснили китайцы сознательно распространяли по всему миру и в том числе в россии теперь своими решениями о повышении цен на газ правительство и газпром провоцирует рост числа налогоплательщиков не налогоплательщиков которым так откручат газ и даже обесточат дома провоцируя их на незаконные фрески газопровод как это было и есть в Дагестане но на то хорошо будет как раз таки тем кто занимается скупкой и переработкой металла и металлоконструкции у них теперь будет больше труб спинных за неуплату от газпрома как показывает опыт того же фургала можно стать губернатором получая с прибыль с тех с кого доит газпром посредством того что сейчас начали жестко бороться с неплательщиками газа но для этого придется сесть вот так как бы это то есть можно стать успешными над том что люди то есть можно заработать над тем что люди не платят за газ над тем что газ повысит цена 3-4 процента и необходимо быть для этого в газпроме но потом все равно опыт фургала показывает что придется сесть в эту тюрьму потому что газпром отнимает все у всех ну кроме рослинефти понятно а газ так и остается дороже электричества особенно подключение на него и вот наконец-таки наша последняя тема в этом сезоне 2019 2020 телесезон лживый сезон наш сезон сезон этого канала вестей новостей итогов подходит к концу и какая же главная тема будет правильно про Украину про Крым но не совсем Россию будут бить по рукам и ногам сможет ли Кремль наказывать весь мир все прогрессивное человечество за слова Крым это Украина была если будет не ну давно конечно пора наказывать Россию слишком много Путин себе позволяет в последнее время используют химическое оружие направо и налево сбивают гражданские самолеты то в Сирии то поставляют оружие каким-то террористам в Ливии то Украина не ведет войну но в общем Россия вновь стала империей мощного зла подтверждение моих слов в Госдуме планируют принять закон по которому грозит уголовная ответственность за то что ты говоришь правду что Крым это Украина и сейчас находится под оккупацией России причем что интересно российская тюрьма может по этому самому законопроекту грозить не только рабам Путина то есть обычным гражданам России иностранцам представитель Госдумы Вячеслав Володин требует закон не примет голос об отчуждении российских территорий но Володин уже требует по новому самому законопроекту экстрадиции тех людей которые рассказывают правду другим людям о том что Крым это сугубо оккупированная земля Володин особо подчеркнул что Россия по новому законопроекту об нарушении территориальной целостности может добиваться экстрадиции украинских политиков Володин конечно совсем сошел с ума раз требует экстрадиции за то что не считается международным преступлением наоборот чья корова бы мычала после того как после того самого захвата Крыма вооруженными зубов головорезами Кремль вооруженными зубов головорезами Кремля в зеленой форме Володин думает что российские законы распространяются на весь мир как бы не так где он Володин где вот он гад вот он гад вот серый 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 надо набить ему морду короче да и законов нет в России а есть понятие если ты тушегуб убивал людей но за убивал людей за Россию и за единую Россию то будешь укладить Крымом как например Аксенов а если ты в ЛДПР убивал людей то будешь сидеть Лефортова на свои дни как Сергей Фургал но в чем действительно это важная для нас для вас для меня новость Володин как бы навекает что по новому российскому законопроекту украинские политики те кто защищал независимость Украины от России стоял с оружием в окопах Донбасса против русско-чеченского штыка те люди в Украине могут быть похищены российскими спецслужбами и доставлены в Россию в самые суровые тюрьмы Российской Федерации мол у нас для этого есть уже и правовая база которую вот вот мы примем так что я призываю СБУ начать подготовку к возможным силовым операциям освобождения украинских политиков из российских тюрьм то что Россия похищала украинских политиков прецеденты такого рода действий уже есть это то самое похищение Савченко тем временем в Кремле окапываются стоят рвы и запускают рвы крокодилов ну точно мордор какой-то потому что в Кремле понимают что мобилизация российских патриотических сил вокруг Крыма закончилась уже даже байкер-хирург давно заброшил свой байк и не приезжают в Крым поэтому Крым через свои силовые структуры поэтому Кремль и Крым тоже через свои силовые структуры начали преследовать любого человека в уголовном порядке за непризнание Крыма России по авторитарным законам которые например принимала Госдума в эпоху Володина и это самое Госдура для того чтобы уничтожить главный закон России Конституцию и сейчас это им в частности Володину удалось однако если все-таки Кремль начнет задерживать граждан чужой страны как бы плохо об России они не высказывались то Кремль может получить люлей от всей международной общественности и она может надавать к нему по рукам негатив по отношению к России в международном сообществе накалился и достиг предела в том числе благодаря принятиям новых самых законопроектов по территориальной целостности России так что в мире всерьез разлины на Россию за использование химического оружия как я уже говорил за сбитый бой над Украиной и если вы поедете все-таки граница откроют и поедете куда-нибудь в другую страну вы с вероятностью более чем 70% если это конечно не слишком уж дальние экзотические страны типа Пирут можете получить люлей от международного сообщества так вам и нам и надо и Крым это ца Украина как бы кому не нравилось а крымских татаров присутствует но об этом уже много раз говорили и вот наконец-таки все все больше никаких тем до сентября никаких моих влезаний в программ никакой политики даже Соловьев этот пропагандон этот гандон конченный теперь уже вещает не каждый день кроме пятницы и субботы а только один раз в неделю все уходим в отпуск но перед тем как уходить в отпуск традиционной судьбы от меня какой ну правильно песня ну нет у меня лично я просто клип сделал главное событие сезона 2019-2020 это конечно же был не не аннексия Крыма как тут написано а коронавирус и вот некто Дина Рико МС 47 и еще какой-то чел сделали запрещенный рэп на эту тему а я подложил под нее картинки ну что ж слушайте рэп про коронавирус на злобу дня наслаждайся на этом весь неделю закончены увидимся теперь уже в сентябре и вообще непонятно увидимся или нет но одно ясно точно что третий сезон наших лживых вестей лживые лживых программ влезания моих в эфир пропагандистов завершен все а теперь обещанный рэп так сюда надо опять переделать вот здесь вот у нас видео в папочке есть вот он открыть с помощью ну я надеюсь появитель Windows Media не откроется все-таки да потом отдельно клип итак слушаем про коронавирус и танцуем йоу 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 никого ни души окна все закрыты настрич двери тоже изнутри скорая летит на помощь МЧС дает тревогу спешки ты домой летишь подвернув свою ногу интернет и пускай пандемия видела кто-то близко принял это в голове теперь война разлетаемся корзины полки все давно пустые все сметается с витриной магазины все пустые все концерты отменили так хотел попасть туда все границы все закрыли эпидемия страшна вирусов всех запугали панику всем навели чтоб с домов не выходили планы все перенесли но нас это не коснется не нужна нам паника ведь мы с вами точно знаем не затронет нас беда не затронет чтобы не было не затронет нас и не затронет Я не думаю, я точно знаю Все это не просто, спасибо Китаю Выбора нет, я съедаю Пару недель, а дальше не знаю Все встречу и планы решу я потом Дома останусь, пожалуй, скотом Деньги закончатся, продам микрофон В запасе есть гречка и шок макарон Если ты думаешь, тебя не коснется Вируса нет, и все обойдется Выбора нет, выход один Дружно садимся на карантин Коронавирус Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем спокойно, всем оставаться на местах Оп, стоп, без паники Че ведешь себя, как маленький? Сиди дома, пуши, пряники Ты, походу, уже пьяненький В четырех стенах заперт, как лев Не выйду из дома, и это не блеф Обожду пока все встанет на места Ну, здравствуй, апрель Здравствуй, весна Если ты думаешь, тебя не коснется Вируса нет, и все обойдется Выбора нет, выход один Дружно садимся на карантин Коронавирус Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ну че, все ДКС-таки, отпуск До встречи, надеюсь, увидимся в сентябре Надеюсь, запущу еще какие-нибудь проекты на канале Ну а Все, сезон завершен Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА